Всем привет! Сегодняшняя тема будет звучать так. Вручение повесток не по адресу регистрации и расширения полномочий военкоматов. Если вам интересна эта тема, советую вам посмотреть это видео до конца. А я начинаю. Итак, все вы уже, наверное, столкнулись со статьями, которые говорят о том, что правительство значительно расширило полномочия военкоматов. И теперь военкоматы могут рассылать повестки не только по адресу регистрации их потенциальных призывников. То есть, иными словами, если вы прописаны, например, в Шевченковском районе, а живете в Оболонском, то вот Оболонский район может прислать вам повестку. Тут очень важный нюанс. Я не знаю, как это будут трактовать работники военкоматов, так сказать, или территориальных центров комплектования, да, или как вы на этом сейчас называются. Но по факту в этом постановлении именно идет речь о рассылке. Не о выдаче, а о рассылке. То есть о том, что, например, если ТЦК знает о том, что вы проживаете по этому адресу, при том, что зарегистрированы по-другому, то тогда вам могут прислать повестку, как по факту вашего постоянного места проживания. И вы можете прийти в этот ТЦК и стать непосредственно уже на учет к ним, потому что вы по факту проживаете здесь. Это то же самое касается всех тех лиц, которые оформили себя как временно внутреннее перемещение особы и взяли 3-часовые месяцы регистрации. То же самое. То есть речь идет о рассылке, если смотреть с юридической буквы закона детально, да, и речь идет только тогда, когда соответствующий ТЦК знает и имеет подтверждающую информацию, которую, скорее всего, вы добровольно ему и предоставили, о том, что вы проживаете постоянно по такому-то адресу, несмотря на то, что прописаны и зарегистрированы, точнее, все тут регистрации, по-другому. И вот тогда, да, вам могут прислать повестку на этот адрес вашего проживания и как бы призвать прийти и стать на учет. Но, естественно, если ТЦК не знает о том, что вы постоянно проживаете по этому адресу, как он вам юридически эту повестку пришлет. А вот как раз о возможности выдавать эти повестки на улице или еще где-то вот лицам, которые не имеют отношения к этому ТЦК, там не идет. Поэтому, если мы говорим исключительно с юридической точки зрения, то здесь речь идет именно о возможности рассылать соответствующим письмом с уведомлением именно при наличии подтвержденной информации о вашем месте постоянного проживания. Так что учтите этот юридический момент. Он должен защитить ваши права. Если вам было интересно это видео, нажимайте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы знать обо всех наших новых видео, задавайте ваши вопросы в комментариях, мы будем на них отвечать. И не забывайте, если вам нужна помощь нашей команды, записаться к нам на консультацию вы можете всегда по телефону нашего контакт-центра. Ссылка в описании к видео. Всем успехов!